Итак, после того, как мы собрали всю опалубку, мы выдернули колышки, потому что они нам мешали, перепроверили все диагонали, все совпало по чертежам, выровняли вот эти доски, вот эту сторону подперли там камнями или арматурками, потому что они шалобала по-всякому шли. Все самое главное, перепроверили диагонали, все было верно, все сходилось, и начали дальше уже поставили нивелир и отстреляли верхнюю часть всех досок. Вначале просто по периметру проверили, нашли цифру, которая более-менее схожая для всех сторон была, и где-то нужно было подсыпать сколько-то сантиметров, где-то наоборот прикопать. Например, в том углу мы прикопали на несколько сантиметров, в других местах вот так подсыпали, ну или там камень подложили. Вот здесь, например, сколько-то нужно было подложить. Тут, наоборот, мы подкопали, надо было опустить, втопить немного доску. Другие места тоже уж аналогично. Вот здесь, например, видите, этот угол, здесь подложили, вот, полтора сантиметровый камень. Здесь тоже, здесь подсыпали. Здесь у нас все и так сидит, все по уровню проверили. Везде уровень верха досок одинаковый, потому что когда мы будем заливать бетон, мы будем выравнивать его прямо по границе. Еще один момент важный, чуть не забыл. На стадии фундамента надо обязательно заложить футляр для водопровода. У нас колодец на улице стоит прямо там, ну, за этой кучей. Вон я камнем отметил, поднялся, там посмотрел, колодец прямо там. Ну и, соответственно, что прямо перпендикулярно дороге напрямую шел водопровод. Вот такой метровый отрезок газовой трубы 63. Остатков настройки у нас полно, всегда валяется обрезков. Просунули, причем так, чтобы здесь, не важно, сколько снаружи будет торчать, здесь немного раскопали сантиметров 30, чтобы трубу можно было вот так под углом засунуть, потому что вода же будет идти с самого низа и потом подниматься. Что дальше? Установили трубу так, чтобы вот где-то здесь расстояние, вот это, 50 сантиметров, это будет блок ставиться. Самое главное не натупить и не сделать его вот здесь. Надо не забывать, что вот на этой площадке вот здесь 50 сантиметров будет занимать фундаментный блок. И вот фундаментный блок будет здесь, и вот где-то, где поверхность, из поверхности бетона, когда мы все зальем, вот как раз будет торчать наш футляр. Все, а потом воду, когда экскаватор с той стороны подъедет, здесь разроет все, трубу мы просто футляр просунем внутрь дома уже, даже если здесь будут стоять блоки. Ничего долбить не придется. И заодно вглубь уходит у нас направление как бы футляра, под углом мы засунули. Засыпали обратно уже просто песком, потому что он не оседает, не стали вот эту глину использовать, чтобы уже здесь не трамбовать, песок он не оседает. Все вот так, примерно под таким углом зафиксировали. Самое главное, чтобы из поверхности бетона труба у нас торчала, вот уровень у нас вот так пойдет, примерно. Все, в подвале вода будет. Ну и для канализации надо будет потом уже где-то повыше уровнем ставить, заложить футляр. Пока точно не знаю где, но видимо где-то в этом углу это будет. После того, как уровень опалубки везде отстреляли нивелиром, лазером невозможно было работать, потому что солнечного луча не видно лазерного. После этого мы поставили направляющие. Пока просто они не закреплены, тоже простреляли их по уровню, сейчас они все ровненько. Интервал, вот это расстояние, 3,5 метра. Наша вот вибродоска, которую мы тестировали, она 4-х метровая. Миксер будет подъезжать отсюда, сюда вываливать постепенно. Доску ставим с вибратором и тащим веревкой, она вибрирует и эту площадку заливает. Потом сюда ставим, сюда наваливает миксер. Также оттягиваем. Оттягиваем, оттягиваем. За один день не больше двух полос мы выложим. На следующий день, пока бетон еще сильно не схватился, мы придем и вот эту доску выдернем, вытащим. И перенесем в другое место. А шов замажем уже вручную мастерком. Примерно так. Еще нужно не забыть. Самое главное, настелим пленку. Ну, об этом в следующий раз. Сейчас нам надо зафиксировать опалубку, прибить ее колышками, во-первых, чтобы она не поднималась, потому что бетон норовит приподнять. Он тяжелее всей этой опалубки. Он может легко ее выдавить вверх и все. Нам надо будет забить колышки и прикрутить саморезами в землю, чтобы держать опалубку. Ну и плюс, чтобы она не расходилась. После того, как все зафиксируем, засыпем здесь глиной и камнями вот так. Отвал такой сделаем. Так по всему периметру. После того, как все по уровню простреляли, самое главное, теперь зафиксировать опалубку, чтобы она не поднималась и не опускалась. Просто засыпать по периметру вот так, грунтом, недостаточно. Я забил небольшие 30-40 сантиметров глубиной, длиной колышки везде. Ну так, с интервалом 3-4 метра, где смог забить. Вот здесь я не мог забить, здесь придется арматуру, видимо, забивать. А там, где вот глина, забил. Еще раз перепроверили, все ли ровно, да, было все ровно. И прикрутил на саморезы. Это не позволяет теперь опалубке не вверх подняться, если бетон будет, а бетон норовит обычно легкие такие вещи приподнять. Это будет вообще полный капец. Не вниз. Вот здесь он прикрутил. И так везде, где смог забить. Я зафиксировал опалубку именно по высоте. Теперь у нас опалубка не вниз, не идет, не вверх. Плюс немного это удерживает опалубку от вдавливания внутрь, от этой вот насыпи. Ну и по мере этого насыпания уж смотрим, чтобы все было более-менее ровно. Эти камни пока оставим. Просто придавил. Вроде так пока. С этими позже разберемся. Центральными. Они пока не зафиксированы никак.